Молодежный библиотечно-информационный центр и объединение «Артпозитив» связывает многолетняя дружба. Уютный зал библиотеки стал для художников вторым домом, местом, где можно встретиться, поговорить за чашкой чая и, конечно, поделиться своим творчеством. С этими людьми всегда очень приятно работать, потому что такая вот атмосфера творческого драйва возникает, позитивные эмоции, которые передаются не только нам, организаторам, но еще и всем участникам таких встреч. Сейчас в здании библиотеки на улице Московской представлены сразу три выставки «Артпозитива». Одна общая. В ее создании принимали участие все члены клуба. Акварель, масло, акрил, пейзажи, натюрморты и даже портретные зарисовки. Картины очень разные, но кое-что их все-таки объединяет. У нас возникла одна из идей, чтобы провести выставку, которая была посвящена зиме, снегу, новогоднему настроению. И она получила свое название «Пусть идет снег». А тем более сейчас снега нет, очень хотелось бы, вдруг наши картины каким-то образом повлияют на Вселенную, и у нас наконец-то пойдет снег. У каждого изображение своя история, иногда очень личная. Как, например, у этой картины, которая называется «Подарок Деда Мороза». У меня, когда родился первый мой внук, Вадим, у меня был вот такой медвежонок, и когда у него нажимаешь на лапку, он начинает песенки петь. И когда он приезжал ко мне в гости, он обязательно в первую очередь брал этого медведя, нажимал на лапку, ему звучала музыка, и он начинал танцевать. Вадим, когда эту картину я наконец-то привезла им, домой сказал, пусть она теперь висит у вас, это было где-то ему 4 года, и мне его родители рассказали, что когда кто бы к ним не пришел домой, он всех приводил за руку к этой картине, показывал медведя, начинал петь песню, говорил, баба нарисовала. В двух шагах от основной экспозиции Вера Язева расположила свою персональную выставку «В опале березка стояла». Вместо холста и бумаги Вера Николаевна использовала бересту. Естественная фактура коры позволила придать изображениям особый шарм. И, наконец, третью тоже персональную выставку открыла другая участница арт-позитива Галина Жинжикова. Для гостей библиотеки ее работы станут цветотерапией, которая поможет развеять пелену негативных эмоций. Мне хотелось год такой достаточно тяжелый и сложный у всех, я думаю, а не только у меня. Хотелось какую-то сделать такую очень яркую, позитивную и в то же время такую нежную, женственную, что ли. Поэтому вот возникла эта тема «Цветы и птицы». Выставки художников арт-позитива будут работать в Молодежном библиотечно-информационном центре «Домарта». Также познакомиться с работами участников клуба можно онлайн на официальной странице «Объединение ВКонтакте». Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.